Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Спасибо большое за презентацию книжки. Книжка на самом деле для женщин и не только для всех возрастов, я бы даже сказал, от 14 до дальше, как говорится, кому будет интересно. На самом деле в книжке есть несколько аспектов. Первое – это инструкция по устройству женского организма, которая крайне необходима в самом начале, когда девушка только взрослеет, ей необходимо вообще понимать, что с ней происходит, какие процессы в ней начинаются, чтобы не совершить кучу ошибок. Вторая часть – про заболевания. Там простым, понятным и совершенно не страшным языком описаны те заболевания, с которыми женщина уже начинает сталкиваться, а главное – показано, как с этим не сталкиваться. И более того, там показано, что необходимо и достаточно для того, чтобы диагностировать и лечить эти заболевания, чтобы не тратить на это огромное количество денег и не поддаваться на коммерческие разводки, из-за которых часто приходится платить очень большую сумму, которая бывает не нужна. Поэтому эта книжка, как дисконтная карта, позволит вам существенным образом сэкономить на медицине. Увы, но в гинекологии довольно много платных услуг, и вы можете понять, что большая часть из них вам может не потребоваться. И третья часть посвящена уже сексу, и там огромный такой пласт вскрыт. Это анатомия и физиология женской сексуальности, это пути преодоления проблем с оргазмом, с проблемой, которой достаточно часто сталкиваются женщины. И там даны достаточно чёткие механизмы того, как можно эту проблему решить, и объясняется, почему эти проблемы возникают. То есть, получается, ваша такая цель, чтобы аудитория, ваши пациенты были более грамотными в этих вопросах, очень много предубеждений каких-то есть в этой сфере, разные специалисты разное советуют, много спорных моментов, и вот в книге вы непосредственно отвечаете на, разрешаете. Великая фраза Стапа Бендера, которая... Не Стапа Бендера, в произведении «12 стульев», где они приезжают, и там плакат висит, написано «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Мне очень нравится этот лозунг, и я тоже считаю о том, что невозможно найти собственного врача, анализируя отзывы в интернете, обращаясь к советам подружек. Увы, это всё очень субъективно. Пока вы сами не начнёте разбираться в своей проблеме, вы не сумеете понять компетентность врача и оценить, что же с вами делают. И есть ли результат. Да, потому что именно только самостоятельное понимание проблемы позволит вам приблизиться к её решению. В других ситуациях вы можете следить за... ориентироваться на статус врача, на его темпу голоса, на вид клиники, на рассказы подружек, но всё это касается, может быть, каких-то других проблем, с которыми этому врачу удалось справиться. Но конкретно ваше он может вести себя немножко непрофессионально, не справиться или увести его в другую направлению. Пока вы не понимаете суть вашей проблемы, а книга об этом рассказывает, вы не сможете это оценить. Поэтому да, безусловно, нужно учиться самим. Книга в продаже, книгу можно, друзья, приобрести, и более того, можно у нас даже до конца этой программы стать обладателем этой книги. Да. Задавайте вопросы. Ну, давайте уже озвучим. Задавайте свои вопросы, друзья. И самый интересный вопрос сегодня, по мнению Дмитрия, какой, кажется, самым таким любопытным, умным, победитель, будет у нас в эфире, во-первых, признан. И мы подарим ему книгу с огромным удовольствием. 909-928-1-89-9. Вот за вайбр-смс, друзья. Дмитрий Лубнин в гостях у страны ФМ. Московский акушер-гинеколог, врач УЗИ, кандидат медицинских наук и писатель, дорогие друзья. Да. Человек, который популяризирует науку, просто о сложном рассказывает. И вот в частности девушкам мы сегодня готовы и женщинам отдать в руки вот эту замечательную книгу, которая называется Project Woman. У нас идёт розыгрыш, друзья. Наш ватсап-вайбер номер 909-928-1-89-9. Сюда вы можете отправить вопрос Дмитрию, нашему эксперту. И самый интересный, самый любопытный, по мнению нашего эксперта, вопрос окажется победным, и вы заберёте вот эту замечательную книгу в себе, что приятно. Вот скажите, Дмитрий, наверное, один из самых распространённых вопросов, он к нам уже пришёл, кстати. Как вы относитесь к вот этим гормонам, которые сейчас назначают противозачаточным таблеткам? Их очень часто прописывают даже не по назначению, а чтобы убрать там какие-то другие симптомы, наладить цикл и так далее. И это прям распространённая такая история. Они свободны в продаже. Вот ваше мнение, как врача, к ним отношения? Всего несколько пунктов по этому поводу. Первое. Гормональные контрацептивы ничего не лечат. То есть в качестве лечения их назначать нужно не во всех случаях. Мы иногда пытаемся с помощью них справиться с симптомами заболевания, но они ничего не вылечивают. Это первое. Второе. Гормональные контрацептивы – это идеальный метод контрацепции в устойчивой паре. В устойчивой паре, да? То есть когда уже пара есть, и люди уже показали друг другу справки о том, что всё в порядке, можно снять презерватив, перестать предохраняться от инфекции, передающейся половым путём. Ну, то есть надёжное предохранение от беременности – это контрацептивы. Надо признать о том, что контрацептивы, гормональные контрацептивы – это единственный препарат, который в мире одновременно принимает максимальное количество людей. Ну, то есть нет такого лекарственного препарата, который бы одновременно принимало бы такое количество людей на Земле. Потому что средний уровень гормональной контрацепции… Ну, давайте усредним. Америка где-то 25-30%. Европа тоже на этом уровне, такой же уровень где-то в Азии. Представьте себе, что это такое количество женщин репродуктивного возраста, которые используют это для контрацепции. Поэтому эти препараты максимально изучены. Эти препараты максимально безопасны. Их все отсроченные эффекты изучены. Поэтому это, наверное, самоизученные препараты. В них нет никакого вреда. Сразу развею мифы о том, что эти препараты не влияют на возможность забеременеть. Ну, побочные эффекты какие-то, да? Да, что нет, не влияют на возможность забеременеть. Их можно принимать сколько угодно долго. И что в целом они абсолютно безопасны. Все, что вы знаете плохого о гормональных контрацептивах, я всегда рассказываю очень простой пример. Их нужно подобрать как обувь. Вы одеваете ботинки, ходите по магазину, и если вам где-то давят, вы просите поменять. Но если вы в ботинках, которые вам давят, продолжаете ходить полгода, и потом имеете разбитые, окровавленные ноги, рассказываете о том, что обувь – это страшно, лучше ходить в лаптях, вот работительно такая же ситуация. Вы возразите и спросите, а почему ты не поменял ботинки на те, которые тебе были удобны. Поэтому с контрацептивами ровно то же самое. Когда вам подружка рассказывает, что она поправилась, у неё там что-то случилось с организмом, и она вот мучается, но принимает, доктор сказал, это абсолютная глупость. Получается, что препарат подобран неправильно, и что можно его поменять на тот, который подойдёт идеально. В этой ситуации именно проблема в том, что пациент не успел договориться с доктором. Понятно. Елена нам пишет, дочке 13 лет, не знаю, как вообще начать тему полового воспитания, неудобно. Как вы считаете, кто должен об этом говорить, специалисты или родители? Вы знаете, я хочу посоветовать, в нашей стране можно найти в книжных магазинах прекрасные переводные французские книжки, поэтому по этой теме, я не помню, как они называются, но видел их в продаже. Они достаточно хорошо иллюстрированы и очень правильно подают материал. Что касается вопросов, наверное, полового воспитания, если нет изначально в семье доверительных отношений, мне кажется, что здесь только всё ухудшится. Поэтому лучше просто подбросить подростку соответствующую литературу, которая написана абсолютно нетравмирующим языком, и это позволит хотя бы прояснить некоторые вопросы. А если есть доверительные отношения, если вы готовы разговаривать с своим ребёнком, у вас нет стеснения, и у вас у самой есть достаточно знаний об этом вопросе, то, в принципе, можно, конечно, поговорить с ребёнком. Может быть, сначала книжку прочитать про Джефф Вуэн, а потом уже поговорить с подростками. Кстати, там для подростков, для девочек есть очень много информации, касающейся месячных, касающейся эстетики, отношений к собственному телу. То, что часто... То, что часто возникает у девушек проблемы с тем, как они растут, развиваются, очень много комплексов, очень много вопросов, почему месячные пришли, задержались, почему было больно, почему вдруг они стали ходить нерегулярно или наоборот, как можно... Из-за чего можно забеременеть, из-за чего нельзя забеременеть, как относиться к некоторым изменениям своего тела. Всё это есть в книжке. И часто я даже видел, что взрослая женщина не знает этих нюансов, и в этой ситуации мама может просто даже неправильно объяснить своей дочке, что и как в этой книжке есть. Ну да, о чём я говорю, что ты уверена в знаниях. Друзья, 909-928-1-89-9, в WhatsApp, Viber, SMS, задавайте свои вопросы. Напомню, у нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, московский акушер-гинеколог Дмитрий Лубнин, и мы разыгрываем книгу, очень нужную, мне кажется, в каждой семье. Пишите интересные вопросы, сейчас небольшая фауза, после которой продолжим. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ В эфире телерадиоканала Страна.ФМ Дмитрий Лубнин в гостях у нас. Доктор, человек, который умеет рассказывать о сложных вещах простыми словами, пишет замечательные книги. Project Woman ждёт вас в книжных магазинах, а мы ждём от Дмитрия ответ на вопрос, который касается женщин, может быть, уже в возрасте. Эта книга может им в чём-то помочь? Вообще, какие советы вы можете дать? Да, конечно, эта книжка поможет и женщинам, которые подходят к окончанию репродуктивного периода, женщин взрослых. И да, на самом деле, я пишу и о возрасте женском, и рассказываю о том, что на самом деле не всегда паспортный возраст соответствует биологическому возрасту. Женщины, увы, с рождения могут получать совсем разные количество фолликулов в яичниках, которые определяют время работы их и репродуктивный возраст. На самом деле, если мы говорим про менопаузу, то в норме она начинается с 42 до 56 лет. В среднем 45-48 лет это средний возраст вступления менопаузы. Вы понимаете о том, что женщина, у которой месячные, ну, просто генетически могут закончиться в 42, она в 35 уже может быть на краю своего репродуктивного периода. В то время как для женщины, у которой месячные закончатся в 56 или в 58, в 35 это только разгар репродуктивного периода. И поэтому не всегда нужно смотреть в паспорт и знать свой возраст. Куда смотреть, Дима? Чаще всего на УЗИ смотреть на количество фолликулов в яичниках. И это достаточно очень чёткий показатель вместе с некоторыми гормональными анализами, которые могут это показать. И важно, наверное, к 30 годам, если ещё пока нету близких планов на беременность, всё-таки, наверное, посмотреть эти показатели, в частности, посмотреть, что с яичниками, посмотреть, что с таким показателем, как АМГ, для того, чтобы определиться, можно ли, если вы планируете беременность, ну, как бы спокойно существовать и ждать своего суженного вряженного. Вот. Это раз. Второе, нужно сказать о качестве жизни женщин в менопаузе. На самом же деле, постепенно яичники перестают производить достаточное количество гормонов, что может отражаться на женской внешности, на состоянии эмоциональном. И для коррекции этих состояний используется заместительная гормональная терапия, или ещё называют менопазуальная гормональная терапия, которая позволяет, ну, продлить женщине молодость, выглядеть прекрасно, чувствовать себя хорошо и бодро. Бояться этого совершенно не надо. Это очень безопасная терапия, хотя у неё есть, конечно же, некоторые нюансы. Есть некоторые повышения рисков онкологических заболеваний, но они абсолютно контролируемые. Но нередко одним из противопоказаний к назначению подобной рода терапии является курение. И в целом, если мы говорим про контрацептивы, которые нельзя принимать курящим женщин старше 30 лет, получается так, что нередко женщина может своим курением, в частности, ограничить себя от тех возможностей, которые могут дать ей более комфортное качество жизни. Ну и при этом при всём нужно помнить о том, что курение очень может влиять на количество фолликулов в яичниках. И, кстати, если говорить об том, как сохранить свою молодость, в частности, молодость своих яичников, курение влияет на количество фолликулов в яичниках и может уменьшать так называемый абриальный резерв или запас фолликулов, что может сократить время их работы. И менопауза может наступить чуть раньше. Если вы ждали момента, когда бросать курить, вот он. Влияет на генетику. То есть, получается, если женщине отмерено природой много этих клеток, да? А яйцеклеток в яичниках, да. Никотин может... Да, он влияет на количество этих фолликулов, уменьшает их количество и поэтому немножко приближает время наступления менопаузы. Но ещё плюс на яичнике может повлиять и хирургически мешать в яичниках, и химиотерапия, если была онкология. Вот у меня сразу вопрос, да, гонку. Вот раньше, мне кажется, несколько лет назад чуть что сразу оперировали. Вообще операция, это такой был частый способ лечения. Сейчас как-то стараются по-другому решать вопросы. Вот вы, как считаете, бывало так, что можно было вылечить множество ситуаций нехирургическим путём? Да, очень спасибо за вопрос, потому что это очень важный вопрос. Дмитрий, сейчас мы сделаем маленькую паузу. Вы, друзья, не переключайтесь, не расплёскиваем, а потом ответим. Дождитесь. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, в гостях у Страны.ФМ по-прежнему Дмитрий Лубнин. И у нас вопрос подвис. Вы, я надеюсь, остались в компании Страны.ФМ. Сейчас будет ответ. Да, вопрос был достаточно короткий. Операция, можно ли её избежать и вылечить по-другому? Спасибо за вопрос. Я как раз очень благодарен за этот вопрос. И опять же таки адресую ситуацию, этот вопрос, ответ на этот вопрос в своей книжке. Пока вы сами не будете разбираться в проблеме, вы не сможете в процессе консультаций понять, нужна вам операция или нет. Правило номер один. Никогда не принимать решение об операции в кабинете врача. Если вы, конечно, не умираете. Брать время на подумать. Обязательно. То есть вот если вам говорят, давайте вот всё, пора оперировать, вы говорите, стоп, спасибо, я услышал ваше мнение, идём дома, оседает информация, идём к другим докторам, получаем второе мнение, пытаемся разобраться. Второе. Нужно понимать, что это выбор доктора. То есть есть ситуации, в которых хирургическое лечение может быть показано и не показано. Например, возьмём эндометриоидные кисты яичников. Нередко молодым барышням предлагают оперировать кисты размером 2-2,5 см, которые совершенно безопасны. Зато известно о том, что операция по удалению такой кисты нанесёт яичнику больше вреда, нежели чем пользы. С такой кистой можно беременеть, она никому не мешает, она не опасна. Но при этом при всём, если женщине в 25 удалить такую кисту, то она может нанести яичнику такой вред, что в последующем вот как раз и снизится в реальный резерв, то есть запас фолликулов в яичниках и может сократить время репродуктивных периодов. Поэтому здесь операция нанесёт больше вреда, нежели чем пользы. Но кто-то может на 2,5 см эндометриоидную кисту предложить операцию, сказать, это простая лапароскопическая операция, убрали и всё. Кто-то в этой ситуации может сказать, стоп, не надо, вы собираетесь беременеть в ближайшее время, она вам не опасна, беременеться с ней. А такая же ситуация касается миомы матки. То есть это одна из самых распространённых ситуаций, когда женщинам удаляют матку из-за этого заболевания. Смотрите, Дмитрий, ну а что делать? Вот я просто на себя такую ситуацию принимаю. Вот мне, допустим, я уже с доверием иду к врачу, он мне это рекомендует. Тут я понимаю, что я где-то услышала, что операция, наверное, не лучший путь. Вот что делать женщине в такой момент? Идти к другому специалисту, чтобы услышать другое мнение? И как вот быть? То есть один врач ей посоветовал уже операцию. Ну где гарантия, что он тоже не посоветует операцию? Да, вот тут... Есть ответ на этот вопрос. Во-первых, всегда получить два-три мнения. Услышать аргументы врача. Посмотреть, как врач отвечает на вопрос. Если он категоричен, то, скорее всего, не воспринимать его аргументы. Если человек объясняет и как бы аргументирует это какими-то данными, лучше всего какими-то научными данными, это прекрасно. Ну и, конечно же, последняя точка. Всегда можно найти человека, знающего английский язык, либо же человек... Или вы сами знаете. Идти в англоязычную часть Гугла, где за много-много лет уже создано большое количество сайтов, которые называются patient information, то есть информация для пациентов, где сведены определенные рекомендации. Есть крупнейшие клиники, например, американская клиника Mayo Clinic предоставляет огромное количество информации для пациентов, где можно прочитать, какие есть международные рекомендации по ведению, лечению этого заболевания, которое вам поставлено. Ну, то есть, все в ваших руках. Главное не торопиться, главное взять паузу, изучить проблему, прочитать и пойти найти себе здесь доктора, который, ну, в конечном итоге будет вам понятен и действия, которые будут аргументированы. Никогда не принимайте решения об операции в кабинете и никогда не соглашайтесь на категорические мнения и, главное, на запугивание. Понимаете, когда с вами начинают разговаривать с таких позиций, как рак, а вдруг будет рак, а не дай бог вы это не сделаете и вы вообще умрете или будет какая-то... А детей не будет. И детей не будет и прочее все. Вот эти аргументы, звучащие из уст врача, по сути, наверное, характеризуют его как не очень высокого профессионала. Почему? Потому что нельзя пользоваться такого рода вещами. Это то же самое, что в бойцовских клубах разрешить удар в пах. Ну, то есть, кто вышел, кто первый ударил, тот все, уже выиграл. То есть, здесь нет конкуренции, потому что, когда вы пациенту говорите, а вдруг будет онкология, ну, под этим соусом можно вообще с пациентом все что угодно делать. Также можно сказать, а вдруг будет аппендицит, давайте вырежем. А вот там вероятность онкологии в молочной железе достаточно высокая и выше, чем, там, скажем-ка, в матке, зачем женщина носить грудь с собой? Ну, то есть, это очень плохая аргументация. Так нельзя. Нужно приводить примеры... Ну, неэтичная, как минимум, да. Нужно приводить примеры научных исследований, нужно показывать статистику в процентах, потому что это позволяет пациенту понимать, что он находится внутри, ну, как бы сказать, клинической доказательной медицины. А когда речь идет на вот таком базарном уровне, то в этой ситуации... А все-таки это больше получается коммерсант, нежели доктор. Нет, у многих бывают собственные заблуждения. Кто-то и бывает продуктом школы нашей российской, в которой нередко формировалось именно патерналистическое отношение к пациентам. Ну, в советских времен, помните, как образ врача, да, который идет по палатам, который разговаривает с больными свысока, который... Непререкаемый авторитет. Да, да, да. И на самом деле сейчас нужно менять эту парадигму, сейчас отношения с пациентом должны строиться по-другому. Сейчас это необходимость объяснить пациенту и доказать, даже доказать в определенном смысле, почему твоя точка зрения такова, подкрепить ее научными данными и дать человеку комфортно принять решение о том, как ему лечиться. Тут вопрос был, как выбрать правильно врача и гинеколога, но вот мы, наверное, ответили на него тоже отчасти. Да, и я могу сказать те заблуждения, которые есть. Нередко звонят и говорят, ой, мне подружка посоветовала, такой классный доктор, я у него два раза рожал, он мне там вылечил, что-то еще. Поймите, дело все в том, что это персональный опыт. Если, например, у вас была какая-нибудь небольшая проблема или это вообще нормально протекающая беременность, и доктор с этим справился, то отправляя свою подружку совсем другой проблемой или с другим характером даже, да, или с другим отношением вообще к своему здоровью, вы можете получить совершенно другую ситуацию. То есть доктор не справится, потому что это не его профиль. Поэтому другая ситуация, это отзывы в интернете, которые, поймите, негативных отзывов пишут в десятки раз больше, чем позитивных. Людей заставить написать позитивный отзыв очень трудно, потому что это очень сложная структура, когда человек порадовался и потом еще пошел искать, где бы это написать. Поэтому чаще всего вы имеете перекос в негативную сторону. Поэтому основная задача ваша, имея какую-то свою проблему, прочитать про нее, понять ее и идти уже на прием к доктору, которого вы выбрали, может быть, по каким-то там другим критериям, исключительно готовясь к хорошей интересной беседе, имея уже какие-то вопросы заготовленные, понимаете. Это очень важно. Тогда будет качественная медицина. Во всех остальных ситуациях у этой лотереи. Друзья, кроме качественной медицины, мы сегодня в этом часе еще и представляем вам качественную музыку. Сейчас одна из красивых песен, после которой мы продолжим общаться. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, Дмитрий Лубнин по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы говорим сегодня о женском здоровье и рассказываем сейчас, наверное, вопросы, которые приходят. Спасибо вам, во-первых, огромное за вопрос. Просто много типичных, похожих, а некоторые, которые прям отличаются. Вот вопрос Полины. Есть мнение, что некоторые женщины, которые за всю половую жизнь никак не могут получить оргазм, виноваты сами или виноваты их физиологии, они никогда не смогут его достичь. Или же все-таки вина партнера. Любая ли женщина может в конечном итоге его получить? В общем, такой вопрос от Полины. Сексуальный. Да, спасибо большое, Полина. Сразу скажу, что подробно на ваш вопрос вы можете получить ответ в книжке. Там последняя глава как раз посвящена именно этому. Отвечая на ваш вопрос, ну, скажем так, абсолютно все женщины могут получить свою долю удовольствия, получить оргазм. Вопрос в чем? Вопрос в том, что мы должны разделить это понятие, оно не такое, скажем так, однозначное. Дело все в том, что по большому счету, ну, если у женщины нет никаких врожденных пороков, любая женщина рождается с механизмом получения оргазма. И для этого есть все органы и системы, есть головной мозг. И в целом нужно понимать, что женщины способны испытывать оргазм во сне, в каких-то необычных ситуациях, даже без стимуляции половых органов. То есть, по большому счету, он существует не только в области половых органов. Это раз. Второе, наверное, самое сложное, что есть в сознании женщины, это в какой-то момент понять, что для нее это удовольствие. Дело все в том, что некоторые слишком сильно стремятся к тому, что они называют оргазмом. в принципе, представляют себе какую-то картинку. Иллюзий каких-то, да? Да, представляют себе какую-то картинку, какие-то условия, которые для этого необходимы. И дело все в том, что это создает очень много препятствий к обычному физиологическому процессу, который, по сути, может наступить достаточно легко. Бессловно, существует половая конституция, которая определяет женщин, которые проще могут испытывать оргазм, и те, которые могут их испытывать хуже. У кого-то либидо высокое, у кого-то низкое. Это определяется половой конституцией. Но дело все в том, что количество эмоциональных преград и тупиков, которые формируют женщины с начала половой жизни или даже до нее, заставляют ее все время блуждать не там, где нужно. И я пишу в книжке о том, что как только вы поймете, в чем суть этого, то можно легко добиться результата, используя определенные техники, используя определенные подходы. Но дело все в том, что основная задача это починить голову. Починить голову, потому что она является чаще всего причиной для того, чтобы женщина не получала этого абсолютно простого и естественного удовольствия. И здесь продолжение этого вопроса, насколько велика роль мужчины в этой ситуации. Да, надо ли ему чинить голову. Проблема в том, что если женщина изначально эргостична, если у нее достаточно высокая половая конституция, то да, мужчина эту ситуацию испортить вряд ли сможет. И здесь проблем в мужчине нет. Но дело все в том, что если эта ситуация сложнее и женщине тяжелее справиться с этой проблемой, то здесь, если между партнерами нет партнерских взаимоотношений, то есть изначально партнерских взаимоотношений, то чинить их половую жизнь будет крайне сложно. И, наверное, в основе вот этой сложности, потому что большая часть женщин все-таки умудряются найти способы получить удовольствие самостоятельно, и проблема возникает именно при половой жизни. Так вот здесь пытаются найти, искать проблему именно на уровне половых органов, а на самом же деле нужно искать проблему на уровне партнерских взаимоотношений. До тех пор, пока пара не будет внутри полового акта чувствовать себя расслабленно и доверительно, пока не будет между ними полного взаимоотношения, вот здесь будет трудно искать и решать эту проблему. Поэтому, хоть я и пишу об неких механических подходах и каких-то тренировках и нюансах, которые могут позволить женщине развить свою чувствительность, но я все-таки делаю большой акцент на том, что в первую очередь необходимо разобраться в своих тараканах в голове, которые, как обычно, съедают бабочек в животе, как известно. Ну и мужчинам тоже, наверное, стоит, да, что-то там? Да, потому что не все мужчины понимают, насколько сложен мыслительный поток в сознании женщины, которая может вроде бы как быть расслаблена и сексуальна, но при этом, при всем тот информационный поток, который происходит в этот момент в ее голове, нужно все-таки его представлять и стараться женщине воздействовать на этот поток и ее расслабить в том направлении, в котором нужно. В общем, семейная такая прикроватная книга получается. Выбирать победителя. Да, верно. Давайте все-таки с учетом того, что Полина достаточно сложно сформулировала свой вопрос, и он на самом деле касается именно вот этой важной главы этой книжки, дадим возможность Полине разобраться в этой теме полноценно, и она получит эту книжку. Полина Давыдова из Санкт-Петербурга, мы вас поздравляем от души, книга ваша. Вы большой молодец, надеюсь, вам будет очень полезно это. Дмитрий, вот смотрите, такое напутствие, у нас остается буквально минута-полторы, вот вы говорили о том, что очень много неправильной информации уже изначально, к сожалению, у женщин, у мужчин. Понятно, что нужно просвещаться, там, правильную литературу искать. Вот еще какой-то, может быть, совет от вас напоследок, вот что должны делать женщины, в частности, да и мужчины, чтобы жить здорово и счастливо? Наверное, забыть эту прекрасную фразу, я к врачам не хожу, вот это я часто слышу, я вообще к вам, к врачам не хожу, вот тут пришла, потому что заболела. Запомните, мы не, как говорится, есть такая фраза, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, медицина дорогая, поэтому нельзя заниматься лечением, нужно заниматься профилактическими походами. С учетом того, насколько сейчас дорого лечиться и стоит все-таки для себя иметь профилактический день хотя бы раз в год. Для женщин это один раз в год, нужно сходить к гинекологу, сделать обязательно УЗИ, потому что осмотр гинеколога не информативен без УЗИ. Из 21 года до 65 лет сделать цитологический мазок шейки матки. Если вы будете вести себя именно так и делать вот эти действия, то вряд ли вы когда-либо столкнетесь с серьезной гинекологической проблемой, которая может повлиять на вашу судьбу и репродукцию. Спасибо. Спасибо вам огромное. Дмитрий Лубнин в гостях у Страны ФМ. Дмитрий, до новых встреч. Спасибо вам огромное. Субтитры подогнал «Симон»!